МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отец Павел, употребляя слово «традиция», мы, как правило, вкладываем в него позитивный смысл. И, в общем, это верно. Если нечто прижилось в кругу близких друг к другу людей, близких по духу, по мировоззрению, по взглядам, то это и становится доброй традицией. А если прижилось нечто дурное, то вряд ли это традицией мы и назовем. И вот о традициях приходской жизни хотелось бы мне с вами завести разговор. Сейчас такой период развития церкви, когда многие традиции возрождаются, а многие создаются. И вот вне богослужебная жизнь, все-таки хочется напомнить, что основное – это когда мы собираемся у чаши Христовой, но помимо этого приход общается. Приход в идеале помогает своим немощным членам. Бабушек через дорогу, может быть, и не переводят, но тем пенсионеркам, которые страдают от нехватки денег, как-то оказывают вспомоществование. Многодетным мамочкам помогают водиться с ребятишками, ну и так далее. Но кроме этого, кроме социальной традиции, которая все-таки уверенно входит в приходскую жизнь, во всяком случае, в таких дружных, хороших, живых приходах, кроме этого, есть еще и традиция концертов, праздников. И вот эта традиция в последнее время стала все больше вызывать негативных откликов. Потому что концерт, как мы видели, может произойти и на фоне алтаря, и праздник может быть с использованием таких номеров, которые очень странно вообще в церковном контексте видеть. Наверняка вы понимаете, о чем я говорю, как вы к этому относитесь, и как, с вашей точки зрения, все-таки организовать приходскую жизнь так, чтобы она была интересной, разнообразной, но не ограничила бы с неблагоговением, неуважением, с разрушением того, к чему мы вообще-то все, наоборот, должны стремиться? Если мы говорим о приходской жизни, то тогда надо приход разделить на три группы. Первая группа — это священники. Вторая группа — это воцерковленные миряне, где вся семья воцерковлена. И третья группа — это воцерковленные миряне, но где не вся семья воцерковлена, где там или только мамочка ходит в травм, или только папочка. Соответственно, если говорим про священников, то всем известна есть русская поговорка «Какой поп, такой приход». Поэтому из, наверное, сколько у нас там, больше, чем 30 тысяч священнослужителей, есть те батюшки, которые очень активно занимаются своим приходом и общаются со всеми прихожанами, и там обычно какая-нибудь большая воскресная школа и так далее. Ну, а есть священники совершенно, так скажем, с обратной характеристикой. Батюшка отслужил, значит, ну, слава Богу, если он храм не закрыл, да, и осталась там какая-нибудь бабушка за ящиком, а бывает и храм закрыл, и ушел, и все. И храм закрыт, вот он в воскресенье отслужил, там, может, что-то покрестил, храм закрылся, и открылся храм там в субботу утром перед литургией. Такое тоже есть. Вот недавно я с своим другом ездил по России, и мы вот как раз так и сталкивались. Бывает большое такое крупное село, храм закрыт. А бывает, наоборот, маленькая деревенька, а храм открыт, да еще и батюшка там сам есть. То есть, в первую очередь, конечно, зависит от священника. Если священник активничать не будет, то ничего вообще уже не будет. Если есть священник активный, переходе ко второй группе, да, то понятно, что вот именно на таких семьях, где папа, мама, дети, все вместе ходят в храм, на таких семьях и строится, в первую очередь, приход. Да, можно сказать, приходская семья. И все это очень органично, правда, если люди там участвуют в приходских делах, помогают, как вы говорили, социалка, помогают немощным и тому подобное, это все очень-очень хорошо. Но вот если говорить про третью группу, то здесь, как ни странно, участие в такой активной приказской жизни, оно будет даже вредно для семьи. Ну, представьте себе такую картину. Папа, то есть муж, он неверующий, да, приходит домой с работы, а жена говорит, ой, я пошла в храм, я пошла в храм, я пошла в храм. Ой, и все у нее разговоры только о храме. А мужа как будто и нету. Ну, это нехорошо, на самом деле. Я понимаю, что этой женщине гораздо сложнее, чем выцерковленным мирянкам, у которых муж тоже выцерковлен. Но она все-таки вышла замуж, она связана узами брака, и она не должна эти узы разрушать. И поэтому, если она будет активно заменять свою семейную жизнь, да, жизнь с мужем, жизнь на приходе, то это никуда не годится. И стоит сказать, что такого очень часто можно встретить. Это большая ошибка. Вот. Когда именно женщина идет отдыхать от своего мужа в храм. Это неправильно. Она должна мужа свою любить, и несмотря на то, что муж не воцерковлен, и несмотря на то, что с ним нет, может, такого полного единомысля, но мужа надо любить. Если говорить про вообще активную приходскую деятельность, то на самом деле вот этот шум, который поднялся из-за акробатических трюков, которые были в храме, на мой взгляд, конечно, это неправильно. Делать этого не нужно было. Хотя там была добрая воля священника. Я вот так вроде внимательно изучил эту историю, она в интернете очень подробно описана. Ну, пошел сильное дождь, батюшка разрешил детишкам в храме провести конкурс. Возможно, даже батюшка не знал, что там были все эти хореографические номера. Ну, провел и провел. Это плохо. Батюшка уже и наказан, и все. Но говорить, что прямо в храме нельзя проводить, что там не может хор спеть в храме и так далее, на мой взгляд, это неправильно. Ну, если все благочестиво, если появятся благочестивые песни, ну, мы спели и спели. В этом не ничего плохого. Понятно, что всегда нужно помнить, что это храм, и что, правда, всякие там пляски, танцы, они, скорее, нетрадиционные. Не то, чтобы это грешно, это нетрадиционно для нас. Потому что, когда вот эти мы смотрим ролики, как в африканской какой-нибудь православной общине люди стоят и танцуют, да, и к кресту идут танцуют, и бывает даже к капричасти идут танцуют. Ну, у них так это принято. Там у них, если они увидят, как вот так люди стоят со строгими мрачными лицами, как у нас чаще всего это бывает на приходе, они подумают, что похороны у кого-то. Поэтому здесь это вопрос, скорее традиции. У нас это нетрадиционно, им нужно, соответственно, это учитывать. И людей не соблазнять, потому что об этом Христос говорил, горе тому, чего соблазн приходит. Но, на мой взгляд, вообще главной проблемой является, вот если мы говорим про прихарскую жизнь, является страшная подмена, которая произошла именно в умах вот именно самих воцерковленных христиан, вот как раз я согласнусь, вот тех, той и второй группы, где воцерковлены и муж, и жена, и дети, и так далее. То, что люди приходят как бы в храм, и так или иначе, они приходят за услугами. То, что батюшка должен что-то им создать. Вот батюшка, давайте организуем там полношескую поездку. Но все на батюшке почему-то замыкается. И священник, на самом деле, он, может быть, даже не против, но таланта нет, и все, да и бывает, и времени нет. Да и священника тоже есть, жена, между прочим, и дети. И вот эта позиция, такая внутренняя, мировоззрение, что я прихожу в храм как бы за услугами, я слушаю, какой у нас хор поет, вот, как у нас там красиво все в храме. Но человек не понимает, что это именно его храм, что если вдруг, предположим, где-нибудь обои отклеились, то это у тебя дома обои отклеились. Что если вдруг хор плохо поет, это у тебя дома, то есть это твой родной дом, у тебя здесь хор плохо поет. Вот, если вдруг хор получает, там, может быть, или там священник получает какое-нибудь нищенское пожертвование, то это твой священник. Вот этого ощущения, что это наш общий дом, оно, его нету. И ничего удивительного нет в том, то, что это мировоззрение в полной мере предалось тем людям, которые просто случайно в храм заходят. Ведь какой самый частый вопрос люди спрашивают у меня, когда я вещаю через перископ в интернете, почему все в церкви за деньги? Я людям объясняю. Вы поймите правильно. Духовная жизнь абсолютно бесплатна. То есть, если человек живет христианскую жизнью, и он, правда, по-настоящему член прихода, полноценный, то все бесплатно. Причастие бесплатно, исповедь бесплатна, молитва бесплатна, пост бесплатна. Все. Вот четыре основных вещи, по сути. Но если ты захочешь в храм только, чтобы покрестить ребенка, чтобы поставить там свечку, и ты не участник прямо в прихода жизни, то, правда, получается, как будто только за услугой приходишь. Я деньги заплатил, мне свечку дали. Деньги заплатил, мне там покрестили и так далее. И тогда у тебя, правда, будет такое впечатление, что весь приход, это все только за деньги. Но ведь это же мировоззрение, оно сверху спустилось. Сами... Ну, я же тоже настоятель храма. Я могу сказать, что из прихода нашего, где вот я служу, а у нас хороший приход, мне нравится, я очень люблю наших людей, которые в храм ходят. Но далеко не все осознают, что это наш общий дом. Это, знаете, в таких мелочах проявляется, предположим, ну, подошла какая-нибудь женщина, ну, там, по неразумию, самому поцеловала икону, и на иконе остался там след помады. Ну, вот стоят люди, там сто человек, мимо этой иконы пройдут, и никто эту помаду не вытерет. Я понимаю, что может там кто-то боится, что там бабушка налетит, тебе там руки отрубит сразу, вот по шее. Но все-таки я не думаю, что все из страха этого не делают. Большинство людей просто этого не замечают. Человек пришел на службу, даже воцерковленный христианин, он пришел на службу, он там постоял, помолился, вот, какой же у нас батюшка хороший, ой, какую проповедь он сказал. Ну, все, всем спасибо, всем пока. И пошел, и все, и больше его ничего не интересует. Чего там в храме происходит, какие там нужды у храма, какие проблемы, какие радости, этого нет. И стоит сказать, что даже когда священник бывает очень активничает и так далее, все равно уже здесь у некоторых людей, вот, у них вот есть такой маяхат из края, что духовная жизнь, она как атрибут целой моей жизни. Что вот я в субботу вечером на службу сходил, в воскресенье утро на службу сходил, я исповедался, я причастился, все, а дальше вы в мою жизнь уже не лезьте. А дальше я вот там работаю, у меня там выходные дни какие-то есть, я там должен с семьей время привести, там свои, там нужно еще и просто какими-то своими делами заняться, там на дачу съездить и так далее, вот, все, нет, никак, не буду я участвовать в приказской жизни. Это, конечно, тоже большая проблема. Как решать, если честно, я бы сказал на свое мнение, но мне кажется, оно настолько утопично, хорошо было нам вернуться в те времена, когда церковь строилась снизу, то есть, когда приход выбирался, когда была выбрана эта система, приход выбирался у священника, отправляли, значит, этот запрос в епархию, епархия утверждала, а священника могли только снять по церковному суду или по личному прошению. Вот, потому что в этом плане это не то, чтобы даже критика, я не хочу, эта тема, она очень глубокая, и, я так скажем, не нахожусь настолько наверху, чтобы понять всю глубину этой проблемы, вот, поэтому здесь может оказаться, что я просто не прав, но у нас же есть такое, то, что бывает священник активный, все-все хорошо, потом священника взяли и в другое место перевели, на его место поставили другого, это же тоже проблема, вот, это тоже ведь тормозит, в том, что есть священнослужители. В общем, у меня ответ такой получается сумбурный, но думаю, что, собственно, какие-то мысли, может, до людей как-то дошли, каждый суд для себя что-то понял и почувствовал. Спасибо, батюшка, своими мыслями об устроении приходской жизни с нами поделился отец Павел Островский, настоятель Никольского храма в Павшинской пойме города Красногорска. Надеюсь, будет продолжение наших бесед с отцом Павлом. Дорогие друзья, спасибо вам за участие, за внимание. Оставайтесь с нами сегодня и всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова